Доброе утро! Совсем недавно во Флоренции были найдены останки, которые, возможно, принадлежат той самой Лизе Герардине, которая, как известно, позировала несравненному гению Леонардо да Винчи для самого известного в мире полотна Мона Лиза. Ну а пока ученые выясняют, действительно ли они нашли то, что уже многие годы искали, мы с вами вспомним самые интересные факты, которые связаны с полотном, ради которого люди со всего мира съезжаются в Лувр. Сегодня речь пойдет о великолепной картине, полное название которой – портрет госпожи Лизы дель Джоконда, но широко известен этот шедевр как Мона Лиза или Джоконда. Картина была написана в 16 веке маслом на доске из Тополя, и размеры ее вовсе невелики – 77 на 53 сантиметра. На тот момент Леонардо да Винчи был 51 год. Биографы Леонардо утверждают, что портрет был написан по заказу флорентийского купца, однако существует множество версий относительно модели. По некоторым из них на полотне автор изобразил самого себя, по другим – своего ученика. Что же касается волнующей улыбки Джоконды, которая не дает покоя зрителям вот уже пять веков, то для того, чтобы она не ускользала с лица модели, в студию, где трудился художник, были приглашены шуты и музыканты, игравшие на лирах. Картина до последнего дня находилась при Леонардо, который умер во Франции. Так, великий шедевр оказался далеко от места, где был написан. В 1911 году картина была похищена. Это событие до сих пор называют кражей веков, который подозревали в том числе и Пабло Пикассо. Украденный шедевр смогли найти лишь спустя два года. Похитителем же оказался итальянский стекольщик, который работал в Париже и мотивировал свой поступок тем, что хотел вернуть шедевр на родину. Но Джоконду не только крали, дважды ее пытались уничтожить. Сначала одна из посетительниц Лувра облила ее кислотой, а спустя несколько месяцев шедевр запустили камнем. Разумеется, после этого полотно было помещено под пули непробиваемое стекло. Но вандалов и это не остановило. На картину пытались распылить краску, а во время гастролей Джоконды в Токио уже в 2009 году в него запустили чашкой. К счастью, уже застекленный шедевр не пострадал. Но руководство Лувра объявило, что больше шедевр не покинет стены своего дома. Сейчас отлично защищенная Джоконда загадочно улыбается туристам и ценителям искусства в Лувре. Но невероятная популярность породила немыслимый ажиотаж, и огромный зал, украшенный шедевром, всегда заполнен людьми. Поэтому охрана разрешает постоять в метре от полотна всего несколько минут. И если честно, зритель несправедлив. Ведь в том же зале находятся полотна Тициана, Веласки, Саверонеза. Но улыбка Джоконды, разрекламированная писателями, поэтами и режиссерами, крадет зрителей у других шедевров. На этом я с вами прощаюсь и желаю миллионы улыбок!